Добрый день, друзья! Сегодня 1 августа 2015 года и сегодняшний фильм-повествование я решил наиграть на тему о трансформации окружающего пространства. Есть подписчики, которые задают такие вопросы. Понравилась тема, которую я начал в прошлом месяце. Сама эта тема мне тоже нравится. И для того, чтобы более понятно объяснить мое понимание о трансформации окружающего пространства, то есть среды обитания нашей, для этого, наверное, надо вообще понять, что такое трансформеры, трансформации. То есть простой перевод говорит, что трансформатор или трансформировать, это значит изменять. Слово наверняка пришло с иностранного языка. Это не настолько важно, но важно то, что мы все понимаем, что трансформировать, изменять. Это слово как же трансформатор, повышающий, понижающий. Человек является своеобразным трансформатором или трансформером. Прошу не путать с тем фильмом, наверное, дурацким, фантастическим, который запустили в наше сознание. Я его, кстати, не смотрел, то есть частично. О том, что какие-то трансформеры приходят на Землю и делают одни хорошие, одни плохие. Так вот, сколько существует Земля и сколько существует человек, происходит трансформации. Происходят изменения в окружающей человека среде. Зачастую люди сами своими действиями изменяют окружающую среду. То ли осознанными, то ли неосознанными действиями. Почему это происходит? Давайте разберемся, что же происходит на самом деле и как практически можно пользоваться. Ну, практически очень сложно рассказать, потому что все проходит через конкретно каждого человека. И в зависимости от того, какими знаниями он владеет, он может изменять окружающую среду обитания или окружающее пространство. Или, если он не в состоянии изменить среду на ту, которую он считает, можно переместиться, то есть эмигрировать в другую среду и там адаптироваться. То есть все это сложные, очень сложные процессы. На первый взгляд, на самом деле все очень просто, если ты все это понимаешь. Так вот, наша планета Земля движется по определенной то ли спирали, то ли по траектории, находясь среди других планет в своей созвездии. Как она движется, астрономы знают. Но мало кто акцентирует внимание на том, что в момент своего движения планета проходит определенные силовые поля. То есть движется не только наша планета. Мало того, что она вращается, меняется времена года, изменяются магнитные полюса потихонечку. Так вот, еще самая Солнечная система движется среди других систем. Поэтому энергетическая составляющая или энергетика окружающего нас пространства, то, что мы не видим, она постоянно подвергается изменениям. Этот процесс происходит довольно, с одной стороны, стремительно, с другой стороны, медленно, потому что жизнь человеческая настолько коротка в космических процессах, что от поколения к поколению, если прерывается связь передачи информации о том, что было в прошлом, именно передача правдивой информации, люди попадают в своеобразный, или племена, народы попадают в своеобразный коллапс, и не имея связи с прошлым, с тем, что уже было, мы постоянно делаем определенные ошибки. Плюс, ко всему прочему, так как между добром и злом, между светом и темнотой, день и ночь, всегда происходят определенные цикличные, то есть все понятно, что приходит день, уходит ночь, и наоборот. Все это сопровождается энергетикой среды пребывания. Естественно, если мы это все понимаем, или каждый из нас это понимает, он поступает соответствующим образом. Если же группа людей или человек начинает пытаться менять, обладая знаниями, меняет окружающее пространство, окружающую среду, трансформирует эту среду под свои задачи, зачастую недальновидные, пользуясь своим эгоизмом, или пользуясь своими какими-то непонятными причинами, корыстными или бескорыстными, вот тогда наступают интересные вещи. Так как планета движется по своим законам, и сейчас мы находимся все в возрастающих частотных характеристиках, то есть окружающая нас среда, окружающие нас энергии увеличивают частоту вибраций окружающего пространства. Поэтому происходят в обществе такие изменения, неважно куда, это увеличение частотных характеристик, уменьшение, то есть окружающее нас пространство начинает изменяться. Если человеческий организм в силу причин или генерация, популяция, народ продолжает жить более низкими частотными характеристиками или более высокими, начинают возникать конфликты в обществе, происходят изменения, которые мы говорим, революция произошла, произошло еще что-то, произошло то. То есть окружающий нас мир, хотим мы того или нет, погружает нас в среду энергетическую, которая отличается от предыдущей. Это изменения происходят ежедневно, ежесекундно. Но так как космические изменения и космические вибрации происходят на протяжении длительного времени, это своеобразная система координат и взаимоотношений в космосе, и свои законы, мы же являемся маленькой частью того же космоса, и мы живем по своей более ускоренной жизни. И вот когда наши вибрации космические входят в дисгармонию, или когда мы продолжаем цепляться за старое и не понимаем нового, вот тогда вплоть до сумасшествия происходит, то есть получается результат. Как понимать трансформацию пространства? И я попытаюсь, начал от очень сложного, но так как народ сейчас грамотный, я думаю, что это легко объяснимо на сегодняшний день. Что же происходит на самом деле в окружающем нас мире? Как можно пользоваться трансформациями? Во-первых, я уже говорил в одном из фильмов, для того, чтобы понять, что происходит, и понять, что именно у человека, в человеке заложена колоссальная сила, сконцентрирована нашего космоса, то есть мы, как пишет Библия, являемся детьми Божьими, да? То есть те, мы являемся как бы копиями Творца. Поэтому те силы, которые заложены в каждом из нас, при определенных знаниях позволяют нам улучшать, или при незнании ухудшать среду обидания, в котором мы находимся. Это не только относится к эмиграции, это относится к простым, примитивным, каждодневным вещам. Я начну немножко от маленькой интриги, то есть как я получил работу водителем в Аргентине. Простой пример. Работал на стройках, пытался заниматься бизнесом, да, то есть я выпал со своей системы координат, и, естественно, начал встроиваться в новую систему, для того, чтобы изменить свою жизнь к лучшему. Так вот, не говоря всяких предысторий. То есть я понимаю, что единственный мой путь начать аккумулировать средства для того, чтобы покинуть среду, и мне нужно было оформлять документы. Я хотел уехать в Канаду очень сильно, мне нравится эта страна, хотя там ни разу не был. То есть мне нужно было получить белую работу, белую, именно белую работу, и стабильное поступление денежных средств в обмен на свою работу. Работа водителем в Буэнос-Айресе это одно из таких возможностей. Ведя многократные попытки устроиться на работу, я понял, что мне это не удастся, и я начал проводить определенные действия для того, чтобы получить такую работу. Я не назову это ни колдовством, ни магией, это просто начало трансформации пространства, среды обитания, в которой я живу, с целью получения, допустим, другого своего какого-то, решения своих вопросов. Так вот, я начал стимулировать свое сознание, я начал представлять, я садился, допустим, в автобус, там на середину или на последнее сидение, в зависимости от автобуса, и я начинал уходить в своеобразный транс, представляя то, что я рулю этим автобусом. И я прекрасно знал, что в один из дней я возьму газету с объявлениями местную и найду там объявление. Какое это будет объявление, я не знал. И, допустим, был период, когда покупал газеты ежедневно, очень сильно имея желание получить эту работу. Ничего не получалось. Я бросил это занятие и знал, что нужно подождать момента, когда такой сигнал поступит. То есть нужно очень стараться чувствительно относиться к информациям, которые поступают не из нашей головы, а из окружающей среды. Одним утром рано утро я вышел из гостиницы, пошел купил газету Клерин, открыл доску объявлений и нашел маленькое такое объявление, буквально несколько слов. Нужны водители, звонить туда, подъезжать туда. Я поехал. Пока ехал туда, я себе ушел в транс, где-то час-час хвостиком ехал, в своеобразный транс, представляя, что я рулю автобусом. То есть отключился от окружающей среды, и я все. Я представил, что я водитель. Причем конкретно. После собеседования я получил определенную надежду, но мне сказали, ты уже как бы перезревший фрукт, а в Аргентине на водителя автобуса берут до 45. Мне до 45 оставалось несколько месяцев. Представляете, шансы практически равны нулю. И вот когда я ехал назад, практически в пустом автобусе, я себе четко осознал, что я сижу за рулем этого автобуса. Автобус имел номер 55 и принадлежал одному из, в общем-то, основателей этой фирмы. покойному Вареле, царство ему небесное. И я представил, что я этим автобусом рулю. Раздался звонок, буквально через 20 минут. Звонил мне сам Вареля, босс, и говорит, я тебе даю шанс, приходи. В результате, спустя несколько лет, я таки рулил этим автобусом, потому что был одним из лучших водителей, или так говорили, по крайней мере. Это был один из классных автобусов. То есть, когда жал на газ, автобус летел, как самолет. То есть, отличный автобус. Мерс. Мерседес. С бортовым номером 55. Я на нем проработал, кажется, год, или чуть больше. Это касается изменения окружающей среды с помощью настройки. То есть, или изменения среды обитания с помощью вашей настройки. Как это достигается? Это очень сложный процесс. На эту тему очень много написано. И для тех, кто... Кто-то с молодежи смотрит мои фильмы, я скажу, что в советские времена было очень много достойных книг. И сразу после развала Советского Союза это как бы... Я не помню сейчас эти названия, в которых написаны психологические опыты, психологические такие моменты о том, как прежде всего научиться владеть собой. Но как бы человек собой в совершенстве не владел, все равно он допускает ошибки, потому что именно ошибка позволяет находить путь и позволяет двигаться на пути учения для того, чтобы... То есть, жизнь никогда не останавливается, поэтому все время нужно учиться. Знаний никогда не бывает мало. Вот. Но нужно определиться, в каком направлении двигаться. Я уже говорил, какие книги есть. В интернете, я, кстати, проверял, есть интересный такой автор Алиев. Он когда-то написал работу «Ключ». По этим работам учили силовые структуры, определенные части их, учиться владеть собой. То есть, самогипноз, самоанализ, само-само-само-само. Прежде всего, прежде чем начинать что-то менять вокруг себя, нужно навести порядок внутри себя. для того, чтобы, если вы вступаете в взаимодействие с окружающей средой, тем более, если вы хотите ее менять вокруг себя. Не говорю, менять глобально, менять что-то в стране. Это другие процессы. Человек один, как правило, не в состоянии это делать. Но для того, чтобы начать менять свою жизнь к лучшему, нужно гармонизировать внутренний мир, свой духовный мир, привести его в соответствие с законами Всесвита, Космота, да? Космоса. И тогда уже потихоньку, методом проб и ошибок, потому что каждый человек это индивидуальная планета. Если вы хотите трансформировать или изменять пространство вокруг себя, или вы хотите изменять среду, вы должны четко себе представлять, что же вы хотите на самом деле. Сразу скажу, что если человек не готов, и хочу на этом акцентировать внимание, если вы не пришли в гармоничное взаимодействие с окружающим вас не миром, то есть если вы не входите в космические, допустим, существующие законы, потому что много еще факторов определяет место, где вы находитесь, место, куда вы хотите попасть, или что вы хотите изменить вокруг себя, что каждая часть Земли обладает определенной энергетикой и находится под определенными энергетическими воздействиями. И зачастую, в основном, это природными, но точно так же мы формируем и изменяем наше пространство, если мы смотрим на окружающую нас жизнь какими-то фантазиями. Вот нужно привести в экилибрие, в гармоничное отношение, вот окружающий вас мир, нужно его чувствовать. И ваш внутренний мир. Если же мы живем фантазией, а мир за нами, за территорией нашего, буду пользоваться современными словами, автомобилей, за территорией нашей оболочки, ауры, которая находится вокруг нас и которая располагается на вытянутых руках. То есть аура наша, это вот, ладони наши. Иногда она восстанавливается именно каждое утро определенными действиями. Восстанавливаются пробои, делаются определенные действия, и вы восстанавливаете свою ауру. Каждый человек обладает аурой, меньше, больше, пробоями. Это все частичка. То есть это настолько глубокая тема, я буду немножко менять это. Хочется сразу много сказать, но много сказать очень сложно. То есть сложно уложить, сложно объяснить доступными словами весь этот сложный процесс, потому что человек это сложная биологическая, энергетическая система. И если вы хотите что-то менять вокруг себя, вы должны привести в равновесие, в баланс с космическими законами, или с местом, в котором вы находитесь, страной, с которой вы находитесь. Если же вы живете фантазиями, и пытаетесь, насмотревшись в фильмах, что-то сделать, а жизнь, и среда, и космос диктуют совсем другие законы, то есть наступает определенное сумасшествие. Человек выдает действительное зажилаемое. Зачастую в это, опять же, в разбаланс частотных характеристик могут приходить целые народы, подвергаясь массированному пропагандистскому воздействию, то есть в толпу загоняется определенного уровня частота, как правило, низкая. население страны, примеры Украины, или России, или других стран, начинает вибрировать и создавать в среду обитания других частотных характеристик, вступая в противодействие с теми законами Вселенной, которые происходят помимо нашего желания, то есть все общество, вся вот эта группа людей, находящиеся на территории, подвергающиеся воздействию, это совсем другая тема, я не буду стараться сейчас в это уходить, то есть начинают в прямом смысле слова сходить с ума и обрекать себя на самоуничтожение, не за один день, во временном процессе, поэтому, кто изучает историю, историю надо изучать такую правдивую, реальную, которая есть на базе прежде всего изучения своей собственной истории, истории своей семьи, это на боли доступно. Такие народы просто исчезают и растворяются во времени, и они хорошо, если сохраняются легенды. Для того, чтобы трансформировать пространство, в котором вы находитесь, вы должны начать с первых, ключевых, базовых шагов, и как изучение любого языка. Первое слово «мама, папа», «здравствуйте, меня так зовут» или прочее. Точно так же происходит в обучении, точно так же происходит в осознании того, что нужно делать и чему нужно учиться для того, чтобы иметь силы и возможности на изменении окружающей среды, среды обитания. Или на изменении той среды, в которой есть. То есть, если все вибрируют на низких частотах, что было 2000 лет назад при появлении Иисуса Христа, то есть, при воплощении высшей энергии, высшего проявления разума Бога, который нам известен под именем Бога, в образе Иисуса Христа, который пришел и в тот падший мир, в то общество, в которое он пришел, он положил новую идею, новые слова, новое осознание того, что же на самом деле происходит. То есть, при смене эпох тысячелетних с одной на другую, при изменении частотных характеристик, воплотившись в человека, высшая сила принесла базовые понятия, которые, в общем-то, в любое время и в любом космическом отрезке времени играют очень важную базовую, основу, на которой базируется, в общем-то, стабильное процветание не только лишь человека, как индивидуума, но все и группы людей, а человек живет, не стадное животное, а в общем-то, социальное такое творение, да, человек сам по себе, это само по себе, но, допустим, социальные вибрации, они формируют среду, в общем-то, обитания, не только одного человека, но все начинается с первого зерна, которое прорастает, из нее прорастает то, что прорастает, да, вот, но бывают и плохие зерна, которые, как правило, плохо растут, и бывают зерна жизни, так вот, я вам сделаю такое интересное наблюдение, замечание, когда Иисус Христос был искушаем, и когда Он искал ответы на решение вопросов, да, для того, чтобы донести тому падшему обществу те идеи, с которыми Он пришел в это общество, Он на 40 дней удалился в пустыню, Он удалился в одиночество, то есть, Он ушел из той среды, в которой Он находился, падшей, которая жила в низкоэнергетических вибрациях, то есть, в вибрациях разврата, стяжательства, всего того же, Он ушел в пустыню, для того, чтобы быть наедине с Богом, постился, не потреблял энергии, как бы, потому что тоже то, что мы едим, приносит нам определенного вида энергии, если мы едим много мяса, мы себя закачиваем низкоэнергии, низкочастотной энергии, энергии распада, энергии смерти, и поэтому человек постепенно скатывается в роли, ну, сам себя убивает, если же люди пользуются сыроеды, допустим, свежими энергетическими посылами, которые заключены в тех или иных овощах и фруктах, то есть, у них совсем другое мироощущение, совсем другое восприятие окружающего пространства. Так вот, Иисус Христос ушел в пустыню. Многие святые, русские, греческие, многие святые, которые мы знаем по православию, они всегда уходили в глушь, там, где нету людей, для того, чтобы настроить свой внутренний мир на те задачи, с которыми они пришли на эту землю. Потому что, будучи воплощены высшей силой, которая творит жизнь на этой планете и в окружающем нам пространстве, и когда они находятся среди людей, они начинают волей-неволей воспринимать низкочастотные характеристики, для того, чтобы уйти от этого и чувствовать связь с высшим разумом, они уходят в уединение, для того, чтобы окружающая среда, низкочастотная, больших городов особенно, не работало на них. В прошлом не было больших городов, но были в любом случае какие-то племенные союзы, какие-то толпы людей, которые вибрируют на тех или иных частотах. Естественно, вводили и индивидуума, потому что коллективный разум более сильный, чем разум одного человека. Хотя разум одного человека в состоянии изменить немножко коллективный разум, но не за один день, не за одну секунду. Мы знаем монаков, которые, уходя от общения с людьми, они таким образом уходят на и которые ищут вопросы, что такое хорошо, что такое плохо, которые ищут ответы в этой жизни, которые ищут подсказки высшей силы с целью донести эти идеи и подсказки людям, они уходят, как правило, в глушь. За последних сто лет, даже больше, когда, да не за последних, за последних пару тысяч лет, вот, если внимательный исследователь истории обратить внимание на то, что все цивилизации прошлого, начинаясь с агро организацией, агрокультурных таких, таких общинных организаций, если они постепенно уходили в города, возьмем Римскую империю или возьмем любые другие империи, когда цвет наций уходит в большие города, те люди, которые были наиболее продвинутые, уходят в города, уходят в низкочастотные характеристики, такая общественная формация, социальная формация или империя со временем перестает существовать, она распадается, она гниет, потому что как и рыба гниет с головы, так и любое государство, любая империя, имея у правителей находящихся в столицах, со временем загнивает и распадается на маленькие частички, с которых снова начинается новое формирование, объединение и прочее поехало. То есть ничего в мире нового нету. Нужно просто четко осознавать, что если вы хотите изменить окружающую среду обитания или трансформировать пространство, иногда вам нужно просто покинуть пределы большого города. В большом городе много соблазнов, много кажущихся фантастических возможностей, но на самом деле мы пришли в этот мир с определенной целью. Кто-то пришел удобрять этот мир, кто-то пришел рассказывать заблудшим те или другие пути, показывать, рассказывать. Но это жизнь, она настолько многогранна, насколько сложно себе это представить. Так вот один из рецептов для того, чтобы стабилизировать свой внутренний мир, особенно я советую тем, кто живет в большущих огромных городах, время от времени хотя бы на один-два дня уезжать на природу. Наш народ любит ходить собирать грибы, ездить на рыбалку. Вот это те вещи, которые позволяют нам стабилизировать, то есть настраивать под звуки, под частоты космического камертона позволяет восстанавливать и рекуперировать нашу энергетическую систему. Для того, чтобы мы могли адекватно оценивать среду обитания и если мы обладаем определенными знаниями, пытаться или стремиться к изменению окружающего пространства или среды обитания в соответствии с законами всесвета или мироздания. Поэтому человек является тоже, каждый из нас является своеобразным камертоном, тем вот звучащим на тех или иных частотах объектом. Если общество, социум начинает понимать, что живет не в соответствии с законами мироздания, оно начинает трансформироваться, меняться или искать пути решения для того, чтобы не раствориться во времени. Поэтому некоторые империи существуют долго, некоторые империи разваливаются быстро. Быстро в отношении в историческом на историческом отрезках времени. То есть нельзя сказать, что вот будет хорошо у нас, потому что я живу в это время и я хочу, чтобы было хорошо. Нет. Вот. Если вы заметите, 100 лет назад 80% населения 90% проживало в сельской местности и лишь только 10% или 20% проживало в городах, в городах проживало минимум 50% падшего населения, которые для того, чтобы продолжать свое благополучное существование, начинали трансформировать, изменять среду обитания не только свою, но и окружающего их пространства. То есть когда городские идеи начали поглощать умы сельских жителей, которые в основе своей более тесно связаны с природой и с законами мироздания, и вот когда человек пуповиной всей своей тысячелетней истории, связанной с натуральной жизнью, начинается перебираться в город, то есть у него эта связь и гармоничное восстановление, то есть гармоничное восприятие процесса происходящих вокруг нас в глобальных масштабах перестает чувствовать и начинаются определенные движения, социальные бунты, социальные какие-то моменты, то есть когда человек вырывается со среды привычное обитание, в которой он и его предки жили тысячи лет, а в нашем генном аппарате заложена память всех наших предыдущих предыдущего опыта всех поколений, всех генераций, и так как мы перебираемся в города, перебираемся в низкочастотную среду обитания, мы начинаем просто сходить с ума, наиболее чувствительны в этом отношении женщины, которые ну посмотрите что происходит, распадаются семьи, почему? нету, то есть наше каждое каждое наше тело уходит из одних частотных характеристик в другие, таким образом волей вернее неволей изменяя свой внутренний мир, и это своеобразное сумасшествие, я не могу сказать, что допустим буду возвращаться к Украине, к тому же Бонусарису, когда человек живет по законам мироздания, все отлично, те, кто остаются жить по законам мироздания и чувствуют все эти изменения, они просто остаются при жизни, и все поколения последующие остаются в этой среде, весь тот, все те ошибки, все те фантазии, которые толкнули людей на жизнь в городах, они по сути дела сообщества допустим в 50 миллионов сначала сужают до 5 миллионов проживающие на сельской местности, а все то, что ушло в низкую частотную характеристику трансформировалось в минус, оно выпадает в осадок и исчезает во времени, и так будет происходить до тех пор, пока те, кто стремится изменить свою жизнь, те, кто постараются трансформировать окружающее пространство на лучшее, они просто переедут хотя бы даже в сельскую местность, не нужно эмигрировать, потому что весь мир сейчас трансформировался настолько побуждаемый низкочастотными фантазиями определенных групп людей, потому что в городе легче, человек теряет сам себя, он становится легкой наживой для, назовем так, людоловов, к тем, которым приходил Иисус Христос со своими открытиями, со своими посылами, со своими месседжами, со своими посланиями от высшей силы. Если человек не осознает, что большой город это западня, если он не начнет уходить в сельскую местность, да, может быть, вы можете иметь квартиру в городе, сдавая ее в аренду вот этим низкочастотным сущностям для того, чтобы решать какие-то свои сельскохозяйственные вопросы. Но если вы хотите строить счастливое будущее для ваших поколений, приучайте своих детей к тому, что мы жили и будем жить те, кто останутся в поколениях именно в гармонии с окружающей нас природой. С матушкой землей и с теми законами, которые существуют помимо наших хотелок и наших фантазий. Еще что интересное замечу, может быть, я длинно, очень сложно говорю, как разобраться, что такое важно. Скажу банальную фразу. Во всей Толстенной Библии, которая написана в Ветхом Завете, Ветхий Завет, это история еврейского народа, которую я все советую читать, исследовать в истории для того, чтобы понять, чем в Ветхом Завете описана история народа. Как он шел, как он развивался, к чему он стремился, какими методами, путями решались те или иные вопросы. Это все происходит до сегодняшнего дня. И Новый Завет это посыл Бога воплощенного в человеке, представляемый Иисусом Христом, который пришел и дал десять заповедей. Плюс есть еще заповеди возлюби ближнего своего, как самого себя, не пожелай того, чего не желаешь самому себе, слушай больше Бога людей. То есть со всей толстиной книги можно выбрать только лишь одну страничку тех изречений, которыми нужно пользоваться в ежедневной жизни. Конечно, если Библия говорит, если тебя бьют по левой щеке подстав правую, тут нужно долго сомневаться, потому что если позволять злу доминировать, то это зло будет доминировать всегда. И поэтому как солнце сжигает всю нечисть под своими лучами, так и добро иногда должно огрызаться. Это закономерный процесс. Плюс вы четко должны понять, что ваши визуализации, ваши трансы должны иметь определенную цель. Если мужчины вдруг захотят визуализировать себе или желание получить какую-то женщину, я сразу скажу, это вступает в противодействие, в дисгармонию с окружающими законами мироздания, и такие люди, как правило, плохо заканчивают. Если они такой визуализацией пытаются добиться своей цели. в космосе, в природе создатель жизни положил нам определенные заветы, определенные такие понятия, и мы должны начать к ним возвращаться. Что такое жизнь? Это то, что дает жизнь. Что такое смерть? Это то, что жизнь забирает. жизнь продлевает, жизнь улучшает действия, которые не вступают в противодействие с законами космоса. Если мы хотим продлить нашу жизнь, или если мы хотим иметь ее более счастливую, мы по таким законам обязаны жить. То есть это более высокочастотные характеристики, высокочастотная среда обитания. Это классическая музыка, не вся. Это шелест листвы, это пение птиц и низкочастотные характеристики, которые дают смерть. Это мясо убитых животных, которое мы поглощаем. Это города, мусорники, в которых мало зелени, мегаполисы, такие огромные бетоны. Это все низкочастотные среды обитания, в которых мы себя разрушаем. рождение нового ребенка дает толчок к новым энергиям, к новой жизни. Но на протяжении всей жизни это два конца рождения и смерть. Но смерть не является естественной. Это естественный переход из одного энергетического состояния того, кто живет внутри нас. Потому что мы не только обладаем телом, мы обладаем душой. А душа приходит с целью одной чему-то обучиться и уйти к другим формам жизни, которых вокруг нас в огромном превеликом множестве находится. Мы просто их не видим, потому что мы живем в своих частотных характеристиках и рамках. Поэтому мы пришли в эту жизнь для того, чтобы многому научиться. А если мы учимся полезным вещам и нужным вещам, если мы учимся давать жизнь окружающему наху пространству и проводить ее в гармонию, то мы имеем шансы на более прогрессивный рост в следующих наших трансформациях или в следующих наших жизнях. Потому что трансформация имеется ввиду изменение окружающей среды не только в лучшую сторону, но и в худшую. Но законы жизни, законы космоса в основном направлены на то, чтобы давать жизнь. А вот те, кто занимается низкочастотными, то есть жизнь разделена. Не жизнь разделена, а пространство разделено. Идет борьба добра и зла. Мы движемся все по определенным орбитам. Поэтому кто-то принадлежит к низкочастотным, то есть к низким силам. Кто-то принадлежит к высшим. Поэтому для того, чтобы учиться изменять окружающее пространство и окружающую среду, нам просто нужно выучить базовые вещи, которые вы можете найти в советских учебниках, психологии, с этого начать, в каких-то психологических опытах. Смотрите на того же Кашпировского, на других деятелей. Опять же, обращу ваше внимание, не сильно впадайте в попытках изменения трансформации среды обитания и пространства, ставля низкие цели. Я хочу много денег, я хочу золото, я хочу машину, хочу дом. Все это нормально, но когда приходит оно само собой, и вы сами будете знать, когда вам что и нужно. Вот и все. То есть старайтесь творить жизнь, творить добро вокруг себя, и тогда у вас все будет получаться. Зачастую время, которое жил человек грехов на жизнь 10-20-30 лет, зачастую нужно жить следующих 20-30 лет, чтобы достичь совершенства и вернуться в то состояние, в котором находится свежеродившийся младенец, который является до двух лет, как известно, самим воплощением божественной любви, которая получилась в ребенке, трансформировалась в ребенке. Вот я думаю, я наговорил с три короба, так скажу. Если тема, опять же, повторяюсь и повторяюсь, если тема интересна, будем продолжать, задавайте вопросы, конкретизируйте, что бы вы хотели знать. Вот, книг и знаний настолько много, что каждый сам должен чувствовать, что тебе нравится. Читай то, что тебе нравится. Если ты видишь, что там разврат или какие-то такие книжки, старайся от них уходить. То есть в мире, окружающем нас, достаточно много приятных и интересных вещей, а если ты не можешь это решить, трансформируя пространство окружающее тебя, старайся переместиться в другое пространство, в другую территорию, там, где частотные характеристики другие, там, где общественный разум обладает более высокими характеристиками, хотя бы для того, чтобы восстановиться или для того, чтобы понять, куда же нам нужно идти. с вами был Константин Перегуда, канал Перри, такое немножко нестандартное видеопослание, видео обращение. Все, оставляйтесь, подписывайтесь на канале, вот, ждите следующих фильмов, задавайте вопросы, будьте активны и скажу слова одного человека, знание это сила и знание это власть.